Добрый день, уважаемые коллеги, это еженедельный обзор от компании Тикмил и с вами я, Артур Идиатуллин. Сегодняшний обзор станет попыткой проанализировать слабую апрельскую инфляцию в США и динамику доллара через призму макроэкономической теории. Ее часто упрекают в некоторой идеализированности и подгонке к фактам, однако мое небольшое исследование навело меня на некоторые интересные мысли об истинных причинах замедления инфляции и роли доллара в данном событии. Из этого обзора вы узнаете, что такое агрегированная кривая спроса и предложения, график цены в выпуск, инфляционные ожидания и другие интересные макроэкономические штуки. Американский доллар ушел в коррекцию в пятницу и продолжает развивать ее в понедельник. Как вы видите, с конца недели доллар снизился с уровня 93.35, 93 сопротивление ниже отметки 92.50 и пока находится в краткосрочной медвежьей коррекции. Рынок был расстроен слабыми данными по потребительской инфляции США, которая вышла на прошлой неделе в среду. Повышение уровня цен в США в апреле было по большей части обязано энергетической составляющей, так как нефть подорожала в апреле на 11%. Базовый показатель инфляции в США, не включающий энергоносители, отстал в прогнозах на 0,1% в апреле, указав на то, что количество встречных ветров для экономики США увеличивается. В долгосрочной перспективе темпы инфляции зависят от исключительно роста денежного предложения. Данное эмпирическое наблюдение стало известно довольно давно. Я выявил Ирвинг Фишер в своем известном уравнении обмена, где он показал, что объем денежного предложения умножить на скорость обращения равно цены умножить на выпуск. При неизменных скорости обращения и выпуски увеличение денежного предложения ведет к увеличению цен. Но это, как вы понимаете, происходит в долгосрочной перспективе. Нам же интересны краткосрочные перспективы, потому что, допустим, торговать по доллару и пытаться угадать, что произойдет с ним через год, это бессмысленно. И в краткосрочной перспективе росту инфляции могут помешать шоки, сдвигающие кривые совокупного спроса и предложения. Для этого полезно проанализировать сдвиги данных кривых на графике «Инфляция. Выпуск». Вот перед вами представлен данный график. Восходящая линия – это кривая совокупного предложения, и нисходящая линия – это кривая совокупного спроса. Пересечение данных кривых дает нам равновесный уровень цен и равновесный уровень выпуска. Соответственно, каждая точка данной кривой означает просто готовность фирм или покупателей приобрести или продать товары по какой-то цене. Допустим, в данной точке данное количество товаров покупатели готовы приобрести по данной цене. То же самое применимо для всех остальных точек. Соответственно, нас интересуют те сдвиги кривых, которые приводят к повышению инфляции. Для кривой совокупного спроса это будет сдвиг вправо и шоки, которые приводят к данному сдвигу. Для кривой совокупного предложения это будет сдвиг влево, что как раз-таки влечет собой повышение инфляции. Со стороны совокупного предложения это прежде всего колебание предложения труда. Его уменьшение сдвигает кривую АЭС влево, так как при дефиците рабочей силы растет рост оплаты труда. Это можно видеть на отдельном графике, вот он здесь представлен, где сдвиг данной кривой, то есть кривой совокупного предложения труда влево, влечет за собой увеличение заработной платы работодателями, чтобы пытаться достигнуть сокращения дефицита рабочей силы на рынке. Соответственно, повышение оплаты труда дает сразу два эффекта. Это прежде всего повышение издержек на труд для фирм, что вынуждает повышать их цены на конечную продукцию. И это ведет к росту дохода у работников, что позволяет им увеличить потребительские расходы. И кривая совокупного спроса сдвигается у нас при этом вправо, что также усиливает инфляционное давление. Со стороны совокупного спроса такой же эффект дает увеличение денежного предложения или уменьшение спекулятивного спроса на деньги. Этот спекулятивный спрос на деньги тесно зависит с рынком облигаций, то есть где инвесторы могут получить доход. То есть чем выше у нас уровень доходности на рынке облигаций, тем меньше инвесторы будут готовы держать деньги и тем больше будут готовы вкладывать их на рынок облигаций. Что, естественно, уменьшает спрос на деньги и вызывает их рост предложения. И этот спекулятивный спрос на деньги обратно пропорционально зависит от номинальной процентной ставки, компонентом которой у нас является инфляция. То есть номинальная процентная ставка – это реальная процентная ставка плюс инфляция. Это приведенное объяснение касательно спекулятивного спроса на деньги дается в рамках одной из теорий спроса на деньги, также известной как функция предпочтения ликвидности. Что касается транзакционного спроса на деньги, то есть спрос на деньги как средство обмена, то он прямо пропорционально зависит от номинальной процентной ставки. То есть чем больше людям нужны деньги, чтобы рассчитываться за товары и услуги, тем выше будет номинальная процентная ставка, то есть тем выше будет инфляция. И переводя это на язык макроэкономической статистики, ключевыми показателями, которые дают сведения об инфляции и потенциальных сдвигах вот этих кривых совокупного спроса и предложения, Есть рост оплаты труда, который так внимательно отслеживается Федеральной резервной системой, потребительской уверенности, потребительских расходов, розничные продажи, а также повышение доходности на рынке фиксированной доходности, то есть на рынке облигаций по уже выше обозначенной причине. Рост оплаты труда за последние три месяца не превышал 0,2%, что смещает риски инфляции в сторону понижения. Потребительская уверенность остается высокой, как показал индекс уверенности от университета Мичигана, который превзошел ожидания на 0,5 пункта в мае, это предварительные данные. И с небольшими колебаниями он держится около 100 пунктов, что означает очень высокую потребительскую уверенность. Розничные продажи, как и потребительские расходы восстановились к концу первого квартала, после замедления в начале. Как видите, вот здесь произошло замедление, перед этим был всплеск, как раз таки новогодние траты, черная пятница и так далее. И к концу первого квартала 2018 года произошло восстановление этих показателей. И можно сказать, что снижение этих показателей как раз таки произошло из-за этих сезонных факторов или мертвых месяцев в начале года. Доходность к погашению по 10-летним казначейским облигациям достигла почти 3%, она даже превышала их на прошлой неделе. Рост бы вызван ралли нефтяных цен, который даже исчерпал себя на фоне неопределенности. С тем, как будет замечено то от экспорта предложения Ирана на рынке мирового предложения, будут ли найдены какие-то способы восстановить прежний уровень предложения и не дать рынку уйти еще больший дефицит. И, рассмотрев данные факторы, у нас остается самый последний, самый вероятный фактор, который сыграл роль в замедлении инфляции. И это, как ни странно, американский доллар. Как видите, с середины апреля он у нас начал резко расти. Как ни странно, это совпало с увеличением доходности по 10-летним американским облигациям до уровня 3%. Укрепление национальной валюты, как известно, означает рост спроса на нее. И, как видно из этой взлетевшей доходности по казначейским облигациям, что, по сути, представляет собой падение спроса на рынке бандов, спекулятивный спрос на доллар действительно увеличился. То есть, увеличился спекулятивный спрос на деньги. И, так как этот рост спроса отрицательно влияет на номинальную процентную ставку, что как раз-таки включает инфляцию, она должна была действительно замедлиться, что, в принципе, и произошло. То есть, по сути, замедление инфляции не имеет характера какой-то макроэкономической проблемы, а имеет, по большей части, спекулятивную природу. Сама экономика США, как показывают данные, пока в норме. Другой вопрос, что вызвало отток с рынков бандов США? Ответ, конечно, напрашивается самим собой. Это увеличение цен на нефть, которые у нас как раз-таки примерно так же с середины апреля резко возросли. Как видите, Витя резко возрос с уровня 66,82 до 70 долларов за баррель. Это, конечно же, влечет у компаний повышение издержек, а значит, и в будущем вынудет их поднять цены на их конечную продукцию. И у инвесторов это вызывает реакцию в виде повышения инфляционных ожиданий, что, в принципе, и произошло в апреле. С этой точки зрения дальнейший среднесрочный рост доллар оказывается под вопросом, ведь все зависит от того, как это реагирует на ситуацию федеральная резервная система. Если она решит, что нужно сосредоточиться на здоровье и экономике, то будет продолжать давать умеренно агрессивные намеки. Если посчитать, что укрепление доллара представляет угрозу для дальнейшего повышения инфляции, то будет стараться нейтрализовать этот фактор. Поэтому ждем каких-то намеков от представителей ФРС, а также в следующей встрече. Ну вот, в принципе, на сегодня это было все. Спасибо за ваше внимание. Оставляйте ваши комментарии или вопросы по каким-то непонятным моментам. Встретимся с вами в среду.